Устюжан, неравнодушных к тому, как выглядит их дворовая территория, немало, но жителям многоквартирок украсить как-либо свои дворы гораздо сложнее, чем горожанам, владеющим частными домами. Для того, чтобы поддержать свои дворы в приличном состоянии, да еще и благоустроить их, необходимо работать сообща. Для поддержки инициатив таких сплоченных людей ежегодно проводится конкурс «Благоустрой в наш великий устьюг». Победителями его становятся самые красивые и ухоженные дворы города, а авторы благоустройства получают награду «Денежные средства на дальнейшее развитие дворовых территорий». Задача конкурса, конечно, это улучшение внешнего облика, подключение к благоустройству города устюжан, населения. И то, что сделано своими руками, конечно, лучше гораздо и сохраняется, потому что люди то, что делают сами, они дополнительно лишь раз еще и присмотрят, чтобы не был нанесен и урон тому, что сделано. В этом году в конкурсе участвуют пять дворовых территорий, многоквартирных домов и две территории, принадлежащие городским предприятиям. Комиссия осмотрела дворы с целью изучить их состояние и встретиться с местными жителями. Первой остановкой стал двор по адресу Щелкунова 35. Здесь жители разделили зону автостоянки и зону отдыха, которые украсили своими силами, обустроили детскую площадку, посадили клумбы с цветами и даже организовали раздельный сбор мусора. В планах сделать во дворе маленькую спортплощадку. Будем запрашивать спортивные тренажеры, отдельно взятые, которые продаются готовыми, потому что у нас не очень большая территория, мы могли бы так и эдак всяко их размещать. В доме неподалеку на Щелкунова 39 жители установили во дворе красивые прочные скамейки, украсили территорию цветами, отреставрировали детскую площадку. В планах также отремонтировать спортплощадку во дворе. Двор дома по адресу Кооперативная 20 уже был победителем конкурса, и теперь люди, живущие здесь, стараются сохранить двор в пыличном состоянии, несмотря на то, что сама дворовая территория невелика. После комиссии отправилась осматривать дворы по адресам Виноградова 68 и Угловского 36. Итоги конкурса будут подведены в сентябре. Максим Тятов, Степан Кижановский, Антон Каев, телеканал «Русский Север». Субтитры создавал DimaTorzok